Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас роллы и салат чука. Мои любимые спайсы с креветкой, Филадельфия, Калифорния. Я тебе не знаю точно, как называются. В общем, с рыбкой и просто с огурчиком. Маки или... В общем, исправьте меня в комментариях. И давайте приступим. Почитала я комментарии под прошлым видео, под вчерашним. И хотелось бы немножко ответить на ваши комментарии. Во-первых, огромное спасибо вам за советы. Я очень люблю рассказывать что-то из своей жизни. Например, я хочу купить квартиру, я хочу купить машину. Не знаю, просто про свою жизнь люблю рассказывать. Потому что вы даете дельные советы, кто-то делится своим опытом. Это бесценно просто. Начнем с моих любимых. Вот эти просто пушка. Обожаю. Мои самые любимые роллы. Так вот, у меня к вам вопрос. Интересно ли вам слушать, как у меня проходит жизнь, на что я коплю, сколько я накопила, собираюсь покупать машину, все подробности. Или же вам интересно, когда я рассказываю, например, истории подписчиков, отвечаю на вопросы или просто истории с детства. Пишите обязательно в комментариях, мне реально интересно, чтобы я тоже знала, о чем мне говорить в видео. В общем, я почитала комментарии. Многие советовали мне покупать именно новую машину. Потому что я как бы особо лихачить на ней не собираюсь, буду аккуратно ездить. Вы знаете, на новую пока что денег нет. Я накопила энную сумму, но ее мне хватает, чтобы купить Chevrolet Cruze 2015 года, как я и планировала изначально сделать. Вот на этот автомобиль у меня есть деньги. А что-то покруче. Такое острое. Васаби. А на что-то более крутое средств нету, к сожалению. Но я и не тороплюсь. Я очень хочу купить машину к весне, чтобы на море ездить, там, не знаю, с подружками, туда-сюда. Вот сегодня, например, вечером мы увидимся с подружкой. И мы поедем в город. А было бы круто, я села бы за руль, заехала за своей подругой. Потом мы пошли в город. Ну, в общем, насчет новой машины. Вы знаете, чем дальше, тем у меня разыгрывается аппетит, если честно. Как только я понимаю, что, например, я накопила на такую более-менее машину, мне сразу хочется что-то лучше, что-то больше. Алло, я сейчас снимаю мукбанг. Прямо сейчас. А что, срочно у тебя? Так вот, чем дальше, тем мне хочется что-то покруче. А вообще, изначально обычно родители говорят, купи что-то простенькое, купи что-то экономичное и так далее. У меня мать, знаете, что говорит, возьми какой-то классный Мерседес, какой-то дорогой, но ты будешь такая крутая, сколько можно экономить. Ты столько работаешь, ты заслужила. Мама говорит, в деревню поедем, ты будешь на такой крутой тачке. Все будут говорить, дочка Юли водит Мерседес. Я говорю, мама, ты вообще знаешь, сколько стоят эти Мерседесы, если, не дай бог, что-то где-то у них сломается, это вообще мне почку надо будет продать. Я человек абсолютно не про понты, вообще. Это все мне чушь там. Вот реально, мне, чтобы самое главное, мне было комфортно. И вот я сама себе прокручиваю в голове. Куплю я машину, например, 2015 года. Будет ли мне комфортно на ней ездить? Будет ли она постоянно ломаться? И вот спасибо вам огромное за комментарии, которые вы пишете, делитесь своим опытом. Это вообще очень удобно, реально. Именно поэтому я вам все рассказываю. Еще у нас такая тема у нас внизу. Построили гаражи. Ну, как-то не с умом построили. То есть, у нас есть подземный паркинг. И туда джипы не влазят. С каким умом был построен этот паркинг, я не понимаю. А я бы не хотела, чтобы моя машина стояла во дворе. Я, конечно, очень извиняюсь, но у нас очень некультурные люди. Вчера вот я проходила и прям около моего носа, так скажем, кто-то кинул из высокого этажа яблоко. Это яблоко упало на машину. Это, правда, не в нашем здании, а чуть поближе к метро. Я просто там проходила. Покупала кое-какую канцелярию. Ну, в общем, яблоко прям... Такой звук был. Я думала, сейчас помнется где-то машина. Но повезло, что это было просто яблоко. А если что-то более такое, знаете, тяжелое, что-то кинут. Поэтому я хочу лучше переплатить, но машина пусть будет в подземном паркинге. Так как джипы туда не влазят, надо покупать седан. Я не понимаю, с каким умом вообще был построен этот паркинг. Неужели нельзя было рассчитать, что сюда не влезет машина? Господи. Иногда, когда я думаю такие вещи, мне становится страшно жить в этом здании. А вдруг что-то еще развалится. Плюс, ладно, люди. Баку, город Ветров. Иногда у нас бывают такие ветры, что прям все плакаты рвутся. У кого-то там антенна, вот эта тарелка упала. Может, она упала с 11 этажа, например, и на твою машину, не дай бог. Конечно, от всего подстраховаться в этой жизни невозможно. Я, конечно, это прекрасно понимаю. Но я все-таки человек, знаете, береженого бог бережет. Поэтому вот так вот. Да и вообще, меня мама как бы подстрекает или как сказать. Мама всегда говорит, ты заслуживаешь, ты снимаешь так много видео, ты работаешь на основной работе, создала второй канал. Для чего ты это все делаешь? Чтобы у тебя было все, что ты хочешь. Правильно? Поэтому мама говорит, копи, не торопись. Покупай хорошую машину, желательно новую, дорогую. Пусть даже в кредит потихоньку будешь выплачивать. Я понимаю, что, конечно же, мамочка права в какой-то степени. Но опять же, у меня есть планы дальше, что я хочу делать дальше. У меня есть идеи бизнеса, но пока что я не буду о них говорить вам. Не потому что я боюсь, что вы украдете мою идею, нет. Просто боюсь, что не получится. Вот расскажу все, а потом не получится. Буду как дурочка выглядеть со стороны. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Особенно спайсы с креветкой. Завтра приезжает мама. Из деревни. С кучей хурмы. У нас там дерево есть, хурмы. И так как мама на такси, она не может все дерево поместить в это такси и приехать, понятное дело. Какую-то часть придется там оставить. Продать тоже не может. И просто так это гниет. И очень-очень жалко. Вот опять же, в такие моменты, я думаю, была бы своя машина. Сели бы, поехали. Все. Поместили бы в багажник. С одной стороны, даже как-то стесняешься. Таксист тоже человек. И он начнет там, почему я должен столько всего загружать к себе в машину и так далее. Ну, в общем, это не то. Неудобно. Все-таки своя машина, это комфорт. Но ее покупать обязательно надо. Вопрос только времени. Почитав комментарии, я поняла, что торопиться с этим делом не стоит. Лучше немножко подождать. Не то, что вот накопила деньги быстро-быстро купить машину. Хотя, говорят, что после Нового года машина очень сильно подорожает. Не знаю, как у вас. У нас так ходят слухи. Когда я купила квартиру, как раз-таки ходили слухи, что резко недвижимость подорожает. Так и произошло. Просто мне кажется, сейчас недвижимость достигла такого пика, что вот дороже уже некуда, мне кажется. Учитывая зарплаты людей, мне кажется, купить наличную квартиру уже лет через пять, если так будут расти цены, будет просто нереально. То есть только ипотека. И то вы учитывайте, что я купила не в центре города. Я купила не трех комнат. Я купила однокомнатную рядом с метром. Но не прям, знаете, центр. Поэтому если хочешь прям квартирку с крутым видом, это надо быть миллионером, наверное. Вот, и мне, вы знаете, повезло. Как только я купила, буквально три месяца прошло. И сильно подорожала недвижимость. Но с машиной, я думаю, такой не прокатит. Потому что, говорят, вот после Нового года очень сильно подорожают машины. Хотя, вы знаете, Новый год еще даже не наступил. А я уже заметила, где-то 10-15% подорожания. Потому что постоянно на этих форумах сижу, на этих сайтах, где продают машины. Здесь еще салат чука. Но, вы знаете, он мне вообще не понравился. Вообще. Сюда как будто добавили майонез. Не знаю, как у вас, но у меня салат чука ассоциируется с Мариной Верняевой. А, например, имбирь с сыном. Не знаю, почему это такие ассоциации. Первое, о ком я думаю, когда вспоминаю салат чука. Это про Марину. Мне кажется, я тоже у вас, наверное, с чем-то ассоциируюсь. Я лично у себя, наверное, с сырным соусом. От Слобода или от Хайнс. Я его просто обожала одно время. Сейчас как-то он мне поднадоел. Но все равно нравится. Но не так, как раньше. Раньше вообще с ума сходила. Я прям не могла. Вау, сырный соус. Вкуснотищик. Вот такие вот дела мои булочки. Мои пупсики. У меня раньше была цель, где-то когда мне было 17 лет. Я сидела и думала, до 30 лет надо купить свою квартиру в ипотеку. Надо купить хоть какую-то машину. Выйти замуж и родить одного ребенка. Вот такие у меня цели были. До 30 лет. Но пока что у меня время есть. Но насчет ребенка не знаю даже. Роллы, конечно, идеально ровные. Прям в соус уронила. Посмотрите, что произошло. Он весь, наверное, соленый уже. Невкусный. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Обязательно ставьте лайки. Пишите ваше мнение в комментариях. О чем мне рассказывать. О своем детстве. О том, что происходит сейчас. О своих планах. Или просто какие-то ваши истории. Отвечать на вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Обязательно пишите. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.